Божественная ритургия К его окружающим, а в их лице и каждому из нас, о правилах поведения, о том, что такое христианин, что такое христианство, что такое духовная жизнь. И одно слово, которое он сказал, это был взрыв всего Ветхого Завета. И вот, когда Христос говорил о том, что надо друг друга уважать, миловать, быть добросердечным. И вот Христос сказал о любви. Это перерывало все мировоззрение человека. В Ветхом Завете, разве люди не любили друг друга, любили? Мать любила своих детей, дети любили своих родителей. Муж любил жену, жена любила мужа. То есть все это было, ничего. Но вот что взорвало весь этот Ветхозаветный мир. Вот, например, все мировоззрение, то, чего нет ни в одной религии, любить и врагов будет своих. Вообще, здравым смыслом это трудно это понять. Как понять любить врагов? Ну, хотя бы я начну с того, как вообще любить человека. Вот как можно любить человека? Можно улыбаться, кланяться, там, знаете, всякие черты лица строить, эмоции подгонять. Но это к любви не относится. А Господь говорит, с него спросили, какая главная заповедь от любого, говорит. И впоследствии он добавит, какая любовь? Нет выше той любви, кто душу свою положит за другого человека. То есть, вот ради человека ты распинаешься. А как распяться? Как это понять? А, вы знаете, это не понять, если человек эгоист. Если центру своей жизни, он ставит себя, я. А вот вы все, значит, где-то вдалеке и вообще не люди. А вот Христос имеет в виду, что центром ставить надо не себя, а Бога. И тогда все будут перед тобой одинаковы. И тогда, мало того, когда ты в центре ставишь Бога в своей жизни, ты отвергаешь себя. Что такое отвергать себя? То есть, в центре своей жизни ты убираешься. Оставишь Бога и человека. С его страданиями, переживаниями, с его немощью, падениями. Ведь все мы такие разные. Такие колючие, холодные. Каждый свое. Понимаете? По мере этой жизни, по мере... Знаете, по мере... Написано, вот все эти слова звучат. По мере беззакония охладить в людях любовь. То есть, будет такой хаос в голове, будет такое холодное сердце, будет столько зла творить человек. То есть, опровергая все заповеди, ниже уровня дикого животного. Как такое может возлюбить-то? Вот оказывается, надо себя, свое я убрать. Умертить свое я. Не только знать, что именем Бога просить такие силы, чтобы даже сквозь порог, сквозь грех, сквозь грязь, сквозь ложь, сквозь обман. Вот он вор последний. Он растоптал тебя. Семью разбил. Ты работы лишился. День как ночь. А вот как святые могли любить таких? Мистера Федоровский не о всем говорил. Вот радость моя. Ему такие приходили, почитайте жития. Он говорит, они его радовали. Акция весь секрет в том, что святые прозревали скорлупу человеческих пороков и видели частицу Бога. Ибо каждый человек по-гречески именуется лик, икона. То есть, эта икона, вы же не можете эту икону целовать, а то не целовать. Да, она запачкалась в пыли, вытерли и целуете. Вот так и человек. Это говорит не потому, что человек, что ты не способен духовно прозреть вот этому броню порока человеческого. Скажите, вообще, люди, когда такие страшные вещи делают, нормальный человек может это делать? Психический здоровый? Никогда. Он не способен. Вы посмотрите, вот он столько крови пролил. Я первый раз, когда увидел по телевизору, он за решеткой сидит и гогочит. Родственники черные от горя, мертвые дети изувеченные. А он, понимаете, вообще, у него оркокочит улыбкой дьявола. Его ничего не тронуло. Вот как такого человека любить? А Господь, если он кого-то, врагов вот любите. Ну, разве это не враг? Рядом с нами живущий, душащий нашим воздухом, ходящий по нашей земле, может, ты еще раз с ним проходил мимо, а он твой жирок грохнул, детей засиловал. Где же правда? Вот так вот, если такого не оказывать, так вообще правды не будет на земле. Будет вообще полностью хаос. Ад! Оказывается, вот профессор Осипов говорит, вот по отношению к врагам, к таким, его надо судить, но по справедливости. Вот это как верующий человек, то есть воздать ему должное, но не более. Не мстить, вот когда ты мстишь, вот они все бросаются. Скажите, а ты лучше? Ты такой же убийца. Абсолютно. Как будто вот это ждали этого момента. А вот оказывается, это загрязь внутреннее духовное равновесие, внутреннее порядочное, срочная справедливость. И именно ты, как верующий человек, да, ты виновен. И ты понесешь наказание от людей в этом мире. Мы орудия Бога. Но ты понесешь столько, скажите, разлучено законом. Но не более. Не мстить. Не радуйся. Если он убил, а ты убил его. А чем ты лучше? Да ничем. Ты такой же убийца, враг. Вот оказывается. На протяжении, вот я знаю, всей моей жизни, атеисты вот это место любили говорить. Вы, говорите, любите врагов. Вы поощряете зло. В общем, христианство зло никогда не поощряло. Просто методы у нас разные. И трудно это понять. Скажите, вот человек вот убил, а ты его убил. Ну и что? А ты что? Тебя надо садить тогда и пошли друг за другом. А вот христианство, наоборот, говорит, что огонь тушится водой. Это же естественно. Две стеки, одно другое. Так вот, оказывается, зло имеет свойство атома. Он расщепляется, расщепляется, расщепляется. Обратили внимание, вот вы наблюдатели еще по жизни, нет? Посмотрите, кто-то там зашел, вот, то есть, там, сказал, ответил. Посмотрите, как все вокруг напрягаются. Он заразил всех. Он победил тебя. Вот в нем бес сидит. Он раненый. Вообще в нем... И он своей болезнью, своим падкостью, своей бесобщиной, он заразил тебя. Так вот, чтобы выстоять, надо быть очень духовно сильным человеком. Такое терпение. Это твердость духа. Смирение. Не разжигайся. Не гордись. Не раздавай. Вот Ветхий Завет. Какой был? Око за око, зуб за зуб. Поэтому крест, конечно, взорвал. Говорит, нет, а любовь, говорит, любить врагов. Оказывается. Зло можно остановить только своей духовной силой. И самое главное, так любить врагов. Это значит, чтобы он не заразил тебя вот этой духовной бесовской пандемией. Вот и все. Так вот, конечно, как зло искоренить в этом мире? Только Бог может это сделать. Но хотя бы кусочек маленького зла, который на тебя вот идет потоком, сможешь ты не рожеться, не сломиться. А зачем только причастие? А зачем только молитвы вычитывать? Какой смысл вычитывать молитвы, когда, не дай Бог, вот я смотрю, сколько раз наблюдал в жизни, черная юбка, лицо дикое такое, знаете, вот косу только в руки ей дать. А она читает молитвы, идет через дорогу и читает Евангелие. Кто там едет, что едет, водитель весь трясется, вот попробуй ты ее сейчас сделай, она же на суд подаст. Я посмотрел, с таким лицом в подъезде встретишь, напугаешься. Господи, что за вера такая, духовная жизнь, дальше что? А почему на Евангелии называется благая весть? Чтобы люди, да, люди трясет людей, все люди разные, степень духовной веры и жизни, и радости, и любви, у всех разная. Но ты-то будь выше этого! Откуда брались святые такие силы? Разве они раздражались? Они бросались? Вот как-то удивительно, на них все тухло. Какая мощь, какая сила! Это просто потрясающе! Возьмите, сколько жития святых! Новомучеников, скажите, видели, какое зло, проклятие! Новомучеников! Они, Господи, прости им, говорят, они не знают, что делают. Так не надо делать. Скажите, пожалуйста, если бы Пушкин застрелил Дантеса, как вы думаете, как вы к нему относились? Он защищался, в лоб ему бахнулся, до свидания, и пошел дальше стихи писать Арине Родионовне. Нет. Это удивительно. И память о нем до сих пор. Как личность, как человек. А уж поэзия, русский язык, это вообще... У него было желание в русском стиле. Представляете, в Библию перевезли. Вот, оказывается, что такое любовь. Любовь – это потрясающая, колоссальная сила. Оказывается, любовь – это когда в твоем сердце Бог. Когда в твоем сердце Бог. Вот как это достичь? Тогда это донат человеческой жизни. Не просто есть и пить, получать пенсию и жаловаться на властей, правительства. Разберись в сундуке своего сердца, в хаосе своего разума, ума. И, пожалуйста, определись, какая степень твоей духовной жизни. Сорвался – да, подымайся. Как один приходит в очередь, я, говорит, пал, подымайся. А я опять осколкнувшу жизнь. Вот всю жизнь бери и стой. Серафим Саровский, святой человек при жизни. Его почитала вся Россия и почитает. А как он умер-то? На коленях в покаянии в молитве открывает келью. Он не дышит, а стоит и продолжает, а молитва идет. А на это и срок идет эта молитва. А вы же, представляете, до конца святой человек в покаянном состоянии пристал пред Богом. Любить, конечно, это, наверное, самое сложное испытание, которое даровал Бог человеку. Именно любить. И вот в 13 главе 1-й посланник Корише апостол Павел пишет «Гим любви» и он самый великий добродетель вера, надежда, любовь, но любовь выше. И он очень интересно, страшные вещи пишет. Если ты богословствуешь, философствуешь, если ты говоришь ангельскими языками, и ты себя на костер возвел, но если ты не любишь, все это пустое, абсолютно пустое. Если это и молитвы, если это и посты, если это и бороды, и юбки, а жертвы любви-то нет. Абсолютно. Да, это, конечно, самое дорогое испытание, которое даровал Бог, подвиг это человеку, это любить. И вот умирает человек. Каждый из нас, ведь наши сейчас, когда служба идет, я все равно думаю, господи, сколько людей в моей жизни прошло, сколько отошло уже людей, господи, страшно. Просто общим взором голосом, прости им, они нас ждут. И вот, интересно, душа предстоит пред Богом. Тело, взятое из земли, и опять ложится в землю. А вот душа предстоит пред Богом. Сказать ничего нельзя. Повторить, исправить, каяться. Как Бог сказал пророку, на чем застану, а то будут тебя судить. И вот, душа предстоит пред Богом. В этот момент открываются два очень больших дара, дара, которых мы уже в этой жизни, кто пользуется изредка, поверхностей, кто вообще не знает. Это память. Это не когда мы лирические стихи учим на память, а память твоей жизни. Именно ты, душа, стоит пред Богом, а Бог пред тобой. И в этот момент наша память, наша память открывает Богу всю тайну нашей жизни, мыслей, поступков, помыслов, все, что мы говорим, на иске вообще не значит ничего. Вот такие изъяны, такие тайны, забыли, не помни, создаем, стесняемся. Все пред Богом, наша память открывает Богу нашу жизнь. И, конечно, второй дар – это совесть. Если ты оценишь, что совесть – это голос Бога, его совесть начинает нас обличать. В чем мы неправы? Кого обидели? Что совершили? Кто от нас страдал? Вообще качество жизни. Я не думаю, что Богу спрашивает, сколько ты ел, пил, он не в желудок же смотрит, а в сердце человека. Бог не будет спрашивать, сколько прочитали молитв, сколько поклонов, где поломничали, кто ваш духовник. Но Бог спросит, за один дар жестко. Бог не только любовен, но и очень суровен в правде своей. В Божественном суде и приговоре. Это дар называется твоя жизнь. Вот какая твоя жизнь? Какое качество? Чем ты на ее наполнил? Во имя чего тебя мать родила? Что ты в жизни понял? Кому помог? Кого обрадовал? От чего восхищался? Что тебя трогало? От чего ты страдал? Но это еще не суд. оказывается Иоанн Богослов говорит возможно на тайной вечере когда он на персях на груди Христа преклонил голову возможно именно в этот момент ему открылась тайна божественная и он пишет Бог есть любовь. Так вот оказывается какой парадокс интересный не горячие сковородки не с рогами с копытами с хвостами пламя еще что-то рисует непонятно оказывается человека будет судить любовь вот интересно любовь и вот если ты созрел в этой любви все при тобой ты Божий тебе в радость встреча с Богом но школь так ты пробежал по жизни проел попил проплясал урвал уже не говорю как и что уж извини и вот отец Шмеман вот Антоний Суровский отец Георгий Бенигсен отец Василий Родзянко они говорят оказывается по мере твоей жизни любовь твоя определяет расстояние к Богу любовь Божия и любовь человеческая вот оказывается что нас будут судить и определять помните слова от самого много обителей то есть мера близости с Богом определяем милость Божия и наша жизнь наша любовь вот почему Христос сказал там зайти опытного духа найдите вот пополомничайте сделайте 300 молит и и все у вас будет нет крест возьми а крест это вершина это действительно реальное показание любви божественной и любви человеческой и это показал Христос он он реально показал что-то любить врагов когда безумная толпа разочаровавшись днем как в этом царство небесное вот здесь встречает дай нам власть мясо сытость бизнес то что сейчас к этому телевидению радио все газеты прям человека заталкивает и насилует ешьте пейте берите все это это слова дьявола это его идеология как в животном мире власть сильных у кого деньги у того и власть у того и ну правда бесовская обожди еще умирать будете и вот интересно что насколько ты созрел в этой любви и вот о Христе Христос показал когда они жаждали лакать его кров когда в этот момент они стали орудием дьявола вы видите когда они кричали он в смертельной агонии один поил кормил исцелял никого нету все все забылось и фавор потух свет и это безумная толпа если ты бог сойди с креста что они просили чудо не крест чудо дай нам и господь они не стал делать нет говорит путь один Христа так вот оказывается любить это когда ты непонятый испачканный преданный когда разъедают болезни когда много в твоей жизни сбылось и ты не озлобился ты еще жалеешь неудобно говорить это нескромно но я хочу сказать как это было в моей жизни это моя мама отчим зверь в храм сходим он и забьет нас я спал в подъезде девочка у них больная ее мужчины не могли удержать страшная сила по неделе не спит все обоссано я конечно всячески помогал как мог бросить в доме беднота нищета спали на полу и так вот маму знал весь город Мариуполь если будете ради интереса вы знаете женщина с больной девочкой она одна ходила потому что ее Таню нельзя было не увидеть ее не могли сдержать страшная сила так почему вот ее знали не по Тане не по Горю она оказывается других поддерживала других поддерживала когда мама отошла телефон звонок я вас слушаю вы знаете это сын звонит мама я говорю бог ее пригласил я определяю сейчас Танечку хочу забрать сюда в Петербург она зарыдала отец Георгий это вы но я только по телефону слышал я занимаю в Мариуполе большую должность знаете что меня поразило нищая одетая держит ребенка везде с собой она мне так помогла а я иду в глазах черно меня так обидели вообще ни за что просто предали и она не печальтесь говорит все у вас пройдет это как туч ничего не проходит а солнце будет я поразился а она жалеет кто-то что-то она говорит не надо пить вас ждут дети вас жена ждет вы удивительный человек этого не надо делать то не прекращали пить куда это все бралось казалось бы порой конечно по-человечески бывает что-то хочется сделать не получается прикрикнуть если бы мама услышала она здорово наказала так нельзя делать вот оказывается как вот сможешь тогда ты вот не озлобиться а сохранить мир в душе душевный покой это первый признак божественной благодати в твоем сердце вот это когда ты на этой голгофе на своей на своем кресте и молишься о всех тех кто тебя горе принес вот простите Астерий Амосийский я часто привожу в пример я очень любую этого святого он говорит даже и тогда когда Бог скажет грешника наказать священник христианин должен и тогда просить Бога о его помиловании вот такая штука любовь а как вот понять а вот когда вот с чего я начал что как святые отцы пронзали вот эту броню скорлупу пороков и видели частицу божества душу божественную в сердце человека также те же мысли приняли антонию сурожскому очень духоносный святой архиерей святой человек заканчив слово я хочу сказать жизнь правда хорош только в кино и в книжках в жизни все не так красиво показывают по телевизору а вот когда реально начинаешь вот в своей жизни все непросто сложно так же в домоправлении в медицине я когда вспомню регистратуру я сразу исцеляюсь тут же вспомню она всю жизнь настолько уже я уже понял что там все это но в этом плане надо быть духоносным человеком порядочным человеком не озлобиться выникнуть поддержать удержать это это конечно только может божий человек сделать вот поэтому мы молимся мы стараемся поститься сдерживать свои такие звериные все эти стрессы все эти качества мы молимся просим бога мы причащаемся что господь нас осветил приумножил божествен благодать в нашем сердце чтобы мы не озверели чтобы мы не осатанились чтобы человек остался человеком и дай бог конечно хотя бы на угровение какое-то быть тем младенцем чистым незапятным невинным наверное вот того и дети не хотят рожать потому что звериная жизнь потому что дети будут их обличать их вот это вот животное развратное состояние а зачем они нужны а ребенок он ничего не говорит он такими глазами на тебя смотрит просто невозможно они чистые незапятнанные в руки берешь трепещет все господи вчера у меня внучка родила смотрю он над землей парит я рад рад за вас учите ее мудрости жизни от нее берите невинную чистоту заканчивая слово я все-таки хочу сказать дай бог чтобы в силу среди всех даров среди всех подвигов те наши жизни мы смотрели к самому святому чувству самому святому состоянию то как говорится что как сказано что люди будут узнавать что вы мы ученики по вашей любви нашей любви дай дай бог чтобы это любовь только зрела и развивалась в нашем сердце в наших помыслах в каждом прожженном дне в каждом совершенном поступке потому что это есть возможность быть с богом всегда аминь я всех поздравляю с воскресным днем будьте Богом хранимы все кто причащался это счастье это действительно счастье желаю всем душевного спасения телеса здравия духовной крепости усердия и чем бы мы не занимались как мы совершали поступки где бы мы не были мы не были никогда пусть никто из нас не звать что мы верующие люди мы причастники а благодать можно приумножать и можно расплескать это уже от нас зависит спасибо большое будьте всегда Богом хранимы